Саид, здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Первый раз я беру у вас интервью, но мы не впервые с вами встречаемся на съемочной площадке. Вы помните? Помню прекрасно. Помню прекрасно мое детство, и очень рад, что связано с вами, потому что очень часто ездили на Абхазское телевидение и записывали какие-то клипы, абхазские песни. Вы не против, если я покажу зрителям то, о чем мы говорим? Что это за видео? Покажите, если они после этого не выключат. Саид не очень-то рад, но, тем не менее, я хочу, чтобы вы это увидели. Когда-то Саид был маленьким, пришел к нам в проект Асир, это была детская передача, и спел нам песню, если мне не изменяет память, про Араш. Давайте послушаем маленький фрагмент. Вот Арханцари. Вот он мне пишет песни с шести лет. Лет до двенадцати он мне писал песни, пока я сам не начал писать их. Ну, Арханцари – это талантливейший известный композитор. Питсунцкий. Питсунцкий с особым даром обладает, да? Я хотела бы спросить, кто повлиял на ваш выбор все-таки, что вы начали петь? Кто-то в семье пел, или вот кто-то был из друзей, на кого вы ориентировались? Как вы пришли к музыке? Ну, через соседей. У меня была совершенно потрясающая соседка, и есть сейчас, слава богу. И в дальнейшем это был педагог русского языка, тетя Света. Одна из моих самых любимых. И она сказала моим родителям, что ребенок все время хочет петь, наверняка это что-то должно значить. Поэтому, ну, как-то обратите на это внимание. Обратили, и дедушка тогда, я помню, он был другом от Арханцари, и связывался с ним, и в итоге он мне писал, написал мне первую песню, которая называлась «Абсантыла». Я пел ее на Итсадже, кстати, тоже на Абхазском телевидении как-то. Вот, ну и потом очень много разных песен он мне написал, за что я ему очень благодарен. Так, сложились обстоятельства. Они не будут сейчас очень интересны, что я сначала собирался поступать на эстрадное в Гнесинку, но потом просто резко свернул и поступил на академический вокал. Не жалейте об этом? Ни в коем случае, потому что я добиваюсь в этом успехов, и я считаю, что это раскрывает меня совершенно с другой стороны. И это глубина музыки, которая может... Ну, она заставляет меня идти дальше. Мне просто очень интересно этим заниматься. Я не очень люблю... Для меня эстрадная музыка очень проста. Я не очень люблю этот жанр. Вот в плане... Для меня он очень прост. Я люблю, когда есть какое-то развитие. Как поступали в Гнесинку? Было тяжело? Я поступал... Мне было 16 лет, я поступал сначала в училище, потому что меня просто не могли бы взять в саму академию, потому что мне очень мало лет, у меня только музыкальная школа. И мы даже не пробовали. Я сразу поступил в училище для того, чтобы хотя бы что-то узнать. Я ведь совершенно ничего не знал. В 16 лет вы оказались в Москве. Да, один. В большом... Да, один в большом городе. Не растерялись. Вам понравился город, вы его приняли. Нет, город мне не понравился. Ну, как бы... Ну, Москва феноменальная совершенно. Но это не мой город, не тот город, в котором бы я хотел когда-либо жить. Но я все равно доучился в Гнесинке. И потом однажды понял, что мне пора. И я это понял. Я просто шел по Арбату, Гнесинка на Арбате находится, и вдруг выглянуло солнце. И я понимаю, что солнце не вилло 3 месяца. Я просто себе сказал, а стоит ли, если тебя один раз в 3 месяца вдруг улыбается тебе солнце, стоит ли тут жить? Я понял, что нет. И когда я просто подумал об этом, через несколько месяцев появился человек, который повлиял на то, чтобы я уехал в Вену. Вы верите в силу мысли? Что это не просто так вас посетила такая мысль? Абсолютно. Я вообще считаю, что если вы в голове точно решили, что вам это надо, то, чего вы не хотите, уйдет, а придет то, что вам действительно очень сильно нужно. Это абсолютно ментально внутри происходит. А вот какие мысли сейчас у вас в голове? То есть что вы ждете, что еще произойдет? Или пока вас устраивает все, что происходит в вашей жизни сейчас? Ну, по крайней мере, я как бы говорю себе, что мне нужно, и я иду к этому. Но когда происходит то, что мне совершенно не нравится, я понимаю, что я пришел туда, куда мне не надо быть, и я всегда вспоминаю вот этот момент в Москве. Я останавливаюсь и просто говорю себе, что здесь мы заканчиваем. Но это происходит реально от того, что я этого очень сильно хочу. И тогда это прекращается. Мне кажется, смелые люди готовы на перемены. Вы смелый человек, что вот уехали из Москвы. Это Европа. Добраться не так просто. И когда вы захотите, вы не сможете попасть, приехать домой. Это все-таки далеко от дома. Это другая культура, другая среда, другой язык. Да, абсолютно вы правы. Абсолютно вы правы. И я всегда очень к языкам относился так, очень посредственно. Не обращал особо на них внимания. Но при этом изучал итальянский, английский и немецкий немного. Оказалось то, что языки нужно учить прежде всего. Потому что в Вене я оказался в ситуации, когда у меня сложился вот такой катастрофический барьер языковой. И из-за этого... А у меня были контракты в Москве с Домом музыки. Мы пели к юбилею Рахманинова три концерта. Все романсы Рахманинова. Единственный концерт в России. Яна Японилова и Андреем Коробейниковым. 90 романсов, три концерта. Совершенно значимое событие в жизни, в культурной жизни. Как раз на то время совпало, когда я уже учился. Учились где? Я поступил в Венскую консерваторию. Вы учились в Вене, но пели в Москве. Да, мне не разрешали летать. Я все равно летал, потому что у меня был контракт. И все свелось к тому, что какие-то давали запреты и не ставили определенные пункты, которые позволяют мне находиться дальше. И я просто потерял из-за этого. То есть это в России вам запрещали? Нет, в Вене запрещали не посещать консерваторию, потому что ставится постановка. Я поступил на оперный факультет. То есть в Вене образование не такое, как в России. Вы должны выбирать точное направление, чем вы будете заниматься сразу. И все, что идет дальше, оно все построено именно на этом. Потому что снимается, берется в аренду театр, приглашается оркестр. И на вас большая ответственность. И тут на меня большая ответственность была. И я предупреждал. У меня в итоге пропал голос на три месяца. И последний концерт Рахманинова, его последние опусы, они самые сложные. И они очень фундаментальны и очень значимы для его жизни, потому что он уже отправляется в Америку. И это все на него очень сильно влияло. Он это все, естественно, отражал в музыке. Мне делали вливание два раза за концерт. Вливание, чтобы связки могли как-то работать. Вы на нервной почве потеряли или от нагрузки? Я потерял на нервной почве. Все-таки почему вы так не решили? Я не мог ничего. Мне говорили, я не мог ответить. Как это странно и страшно. Когда вы не можете говорить, а с вами разговаривают, это очень страшно. Это вот в один миг все произошло. Просто мне сложно это представить. И это бывает у артистов. Ну, да, есть такое. У меня, к сожалению, часто такое было. И в Москве тоже. Поэтому я очень сложно себе представлял какие-то карьерные, карьерный рост. Потому что мне хотелось чего-то больше, чего-то лучшее и так далее. Это не очень правильно. Идти нужно вперед всегда. То есть вам надо себя беречь и не нервничать, чтобы не терять голос. Но сейчас я уже, я сейчас, я живу в прекрасной стране. Мне очень там хорошо. Я ее очень люблю. Я очень люблю. Вот я смотрела в фейсбуке ваши фотографии. И очень много. Прям чувствуется, что вы с таким удовольствием ходите по улице. Вообще живете, радуетесь. Обожаю, обожаю. Чем так Вена привлекательна? Я не была там, но я планирую. Обязательно. Я очень надеюсь, что вы приедете. И мы с вами погуляем по Вене. Я вам покажу. Очень красивый архитектурный город. Да, он очень степенный. Он очень для жизни. А еще самое главное, что меня там привлекает. Я живу рядом с последним домом Бетховена. У меня бассейн мой находится рядом с домом, где родился Шуберт. А консерватория, оба здания находятся возле дома Моцарта. Я их нашел уже четыре. Он почти каждые 3-4 года менял жилье. Ну, из-за различных, конечно. То есть вы живете в этой истории? Да. В истории музыки. Поэтому для меня это все. Я гуляю ежедневно. Как минимум 2 часа вечером с друзьями или без. Но мне очень важно пройти, еще раз посмотреть на это, зарядиться и идти работать дальше. В это время вы слушаете музыку или думаете о чем-то? Я очень люблю свои airpods, которые... Да, я видела вас в них, поэтому и спрашиваю. Да, я все время буду. Ну, слушайте, столько музыки разной классической, которые... А еще ее популяризация сейчас настолько возросла, что в неделю выходят как минимум 10-20 новых альбомов. Различных музыкантов, которые обязательно надо послушать, если ты хочешь, если ты чего-то хочешь. Потому что если ты образованный музыкант, который осведомлен и следит за всем, и следит за тенденциями, значит, ты можешь применить это к себе. Значит, легче дирижеру или режиссеру будет общаться с тобой. Ага, вот вы сказали, образованный музыкант, человек, который связан с культурой. Достаточно ли одного таланта? Иметь хороший голос, петь, там, добиться успеха. А его содержание, интеллект, насколько это все должно быть в совокупности? Человек, который несет в себе культуру, он должен не просто хорошо петь, но еще содержание должно быть интересное, да? Абсолютно, да. Совокупность, комплекс. Комплекс знаний, комплекс того, что ты смог в себя вобрать. Это очень важно. Потому что, ну, я знаю людей, которые добились успеха только благодаря тому, что они умеют собрать это все в комплекс. Даже которые не обладают данными, ну, такими, что можно там. А что еще нужно для того, чтобы стать известным артистом, добиться успеха? Классическая музыка постепенно становится модной, поэтому очень важно добиваться вот этих модных тенденций в ней. Какого-то вот этого посыла нового. И найти что-то в ней свое. Абсолютно то, что, может быть, никто никогда не делал. И тогда это обязательно вдруг заинтересует кого-то. И, конечно, агентство. Это тоже очень важно. Сейчас, может быть, даже немного легче, потому что артист может найти агентство, и агент уже будет заниматься, как риэлтор, который сдает дома или квартиры, ищет. Вот то же самое есть для артистов. Это в Вене, в Европе, да, так? В Европе, в России тоже так. В России разве не продюсеры, или это нечто другое? Агентство и продюсеры это не одно? Ну, это примерно то же самое, только, ну, может, условия немного другие. И в Европе их очень много. Их колоссальное количество. И, ну, как бы, они все время развиваются, потому что артистов становится больше, то есть материала становится больше. И, конечно, агентство всегда на этом очень хорошо зарабатывает, поэтому они все время разрастаются. Агентство зарабатывает, а артист? Артист платит всегда процент от того, что, понимаете, артист не договаривается. Договаривается агент. Поэтому он просто берет, добавляет свою стоимость, чтобы взять эти деньги себе, а артист получает определенные какие-то другие средства. Не хотелось бы, конечно, акцентировать свое внимание на материальной стороне, потому что, когда речь идет об оперном артисте, все-таки тут превалирует духовная составляющая, культура, некие другие ценности, да. А что вот для вас является самым ценностным в жизни, вот ценностные ориентиры ваши? Для меня очень важно то, чем я занимаюсь. Я, ну, как бы, это и есть самоценность. Потому что, ну, как бы, как я, я не хочу заниматься чем-то другими, если мне это будет неинтересно, я просто оставлю это. Потому что, и мне не будет жалко, потому что у меня появится что-то другое, что-то новое, интересное. Я буду идти дальше вперед, но самое главное, чтобы человеку было интересно. Это и есть основная ценность, мне кажется. То есть, для меня вот эта информация, которую я еще получаю, все больше и больше, и оперное искусство, оно очень обширное. Можно делать все, что угодно. Можно интерпретировать, экспериментировать, и еще плюс держать определенную марку, и, ко всему прочему, знать этикет исполнения, этикет всего того, как это должно быть, но при этом добавляя что-то свое, ну, это всегда очень интересно. Оперная культура в Вене, она другая, она традиционная, или все-таки есть уже современные элементы, она поменялась со временем? Она гораздо традиционнее в любом случае, потому что я слушаю коучи или, которые, естественно, действующих, тоже работают с артистами театров, то есть, это действующие профессионалы своего дела, и профессора, и дирижеры, которые, вот, я когда задаю вопрос, а как вам это, а как вам то, а как вот сейчас спел вот так, а сыграл вот так, и я очень часто слышу, что, ну, да, но это вот что-то свое, то есть, все, ну, немного строже. Вот, я не очень это приветствую, потому что оперное искусство уже живет так долго и развивается только благодаря тому, тому, что каждый артист и дирижер или режиссер всегда что-то приносит свое, потому что современная подача, если она талантливая и грамотная, она совершенно феноменальная, она никогда не будет вот такой, как, вот, чтобы можно сказать, ну, вот старые мне всегда нравятся больше. Нет, это всегда будет что-то очень, вот взять Снегурочку в Большом театре. Я давно не был в Большом театре уже два года, потому что я в Москве не был уже два года. Там поставили Снегурочку, былинную сказку русскую, на музыку, которая написана музыку римского Корсакова после апокалипсиса. Можете себе представить? Нет. Да, но это фантастика была. Это было совершенно что-то, ну, гениальное, невероятное, просто невероятное. Вот когда происходит вот такое, это движет искусство вперед. Все-таки мы забежали вперед, я немного хочу вернуть вас назад. Как вы уезжали из России в Вену? Какими проблемами вы столкнулись в учебе? Вообще, как проходит ваше обучение? Расскажите немножко про это. В Вену я попал очень интересно, могу рассказать. Конечно, рассказывайте. У нас была волшебная флейта в Несенке, оперная постановка, в которой я был в роли папагена. Это основная роль. И приехал немецкий коуч из этой консерватории, который помогал нам с языком. То есть, ну, это обычно так бывает для того, чтобы артист правильно произносил. То есть, у нас это все под контролем всегда. И вот он, дирижер, сказал, что вот парень должен зайти ко мне на мастер-класс после. Я пришел. Я помню, я тогда очень быстро убежал, потому что у меня была специальность. Мне нужно к своей маэстре идти. И он мне сказал, ну, ты должен мне обязательно написать. Я говорю, хорошо, напишу. И вот он мне очень коротко тогда ответил. Я сказал, вот вы меня просили написать. Спасибо вам большое за то, что вы приехали и помогли нам. Он мне просто написал одну фразу. Мне кажется, вы могли бы к нам приехать. Я приехал в марте. Я помню, я приехал, поступал. Это было два экзамена вокальных. Я приехал в Вену на шесть дней. Я их спел и в апреле получил результат, что я поступил в Венскую консерваторию. Ну, как бы, ну, круто. Я обрадовался тогда. Хотя для меня это было всегда так, Европа, ну, окей, попробуем. Без языка так вообще. Еще и немецкий. Да, еще и немецкий. Хотя я немецкий для меня любимый. Как родители вас приняли в семье, что вы уезжаете в Европу? Они мне сказали, ну, как бы, у Юры свадьба, у брата. Ты в это время уезжаешь. Как все по-абхазски, у нас свадьба, какая вена. Ну, я в итоге приехал на свадьбу, потом это... Юра, это ваш брат, я так понимаю. Ваш брат находится здесь? Да, мой брат. Он человек не из творческой среды? Нет. Он человек не из творческой среды, заканчивал АГУ. Вот, и живет здесь. У него семья. Сколько раз вам удается приезжать в Абхазию? Два раза в год? А по времени сколько остаетесь здесь? Зимой на две недели и летом где-то на полтора месяца, потому что у нас фестиваль. Я хотела бы узнать ваше мнение по поводу, можно ли развиваться творческим людям в Абхазии. Но это давайте на попозже. Все-таки мы раз в Вене. Я хочу побольше узнать именно о том, как вот ваша жизнь сейчас устроена в Вене. Вы получили контракт. Расскажите про этот контракт. Вы уже работаете. Я работаю. И это было тоже очень интересно. Сначала рассказать? Сначала можно. Если это интересно, давайте сначала. Да, это очень интересно. Потому что у нас для того, чтобы попасть на прослушивание, нужно, чтобы консерватория отобрала тебя к прослушиванию. Потому что это, как правило, либо штатс-опера, либо театр Андервин. Два основных театра. Есть еще фолькс-оперы. В основном только австрийцы или немцы поют. И я не смог, меня не отобрали на это прослушивание. Поэтому я отправил свои записи напрямую в театр. И сказал, что у вас оно есть прослушивание. Ну, можно и одного тоже прослушают. Ничего страшного, наверное, не будет. Ничего страшного не случилось. Меня пригласили на это прослушивание в обход консерватории. И я прослушивался в молодежную программу. Молодежку меня они в итоге тоже не взяли. Но сейчас в сентябре, когда я заканчивал образование свое, написал кастинг-директор этого театра и сказал, что «Герго Бече, вы не хотели бы с нами поработать?» Ну, конечно, хотел бы. И это было очень интересно, потому что он начал мне писать о моем немецком, какой у вас уровень и так далее. Я, конечно, сказал, что у меня не самый высокий уровень, потому что я учу сам, я не ходил на курсы. Вот, и он мне перезванивает, чтобы самому просто проверить. Ваш немецкий? Да. Все прошло успешно. Слава богу, он мне потом написал, что я очень рад, что у вас такой хороший немецкий. Ну, конечно, это было просто лесть, но меня взяли в итоге в этот театр. Сколько вы уже в Вене? Я два года живу там. Ну, за два года хотя бы просто разговорная речь же должна быть. Разговорная речь, да, ну, конечно, она есть, и у нас были постановки, где я, ну, как бы я же контактирую только с людьми, которые разговаривают на немецком, поэтому мне просто приходится, знаешь, ты не знаешь, ну, какими-то, примерно, какие-то слова, знаешь, такие столбы такие, на которые ты ориентируешься. У вас иностранный акцент, кстати. Иностранный? Да, ну, у вас есть акцент, у вас не русская речь, не абхазская, вот есть, что вы владеете другим, говорите долго на другом языке, это чувствуется, а вам об этом не говорили? Не знаю, но как помогает абхазский язык для того, чтобы сформировать звуки других в языках, это просто прекрасно. Особенно на немецком трудно выговариваемые какие-то звуки. Да, абхазский для меня это вот, он мне очень в этом помог, очень. Ну, абхазский не забывайте, с кем вы там можете общаться? Я, к сожалению, там ни с кем по-абхазски говорить не могу, но да я не так много и часто разговариваю на абхазском, но я прекрасно его понимаю, потому что я учился в абхазской школе. Народно-абхазские песни поете? Да. Приходилось петь? А там в Вене где-нибудь звучать? Еще нет, но я думаю, что будет. И, конечно, летом, когда у нас концерты и в храме, и в театре, мы всегда поем абхазскую народную музыку. И более того, я обязательно сделаю какой-то проект, который состоит только из абхазской фольклорной музыки, потому что это очень интересно. У нас потрясающие оркестры формируются, народных инструментов. Это так здорово, и я этим людям говорю огромное спасибо. Это возможность? Что для этого нужно? Очень много всего того, что нам нужно найти материал. Он, к сожалению, ищется не так просто. Для этого нужно время. Зимой я его уделить, к сожалению, не могу, а летом я уделяю время на то, чтобы организовать проект. И по телефону это сделать, к сожалению, нельзя. Но я обязательно это сделаю, потому что я вдруг однажды почувствовал, что я этого очень хочу. А если я так подумал, то я, ну, как бы, значит, у меня есть какая-то цель и намерение это сделать. Я очень это хочу сделать. Это очень востребовано у нас. Мы очень все-таки любим свою культуру. Я это замечаю на концертах всегда, потому что всегда вдруг такое воспрятие духа происходит у людей, когда в конце звучит на бис какая-то абхазская мелодия. А в Вене спрашивают про вашу страну, вот с кем вы работаете, ваши коллеги, где эта Абхазия, чем вы живете, что за народ, традиции? Да, к сожалению, мало очень знают, но уже знают. Вот, и спрашивают, очень много спрашивают. Спрашивают, очень много просят сказать что-нибудь, чтобы услышать вот какой-то мелодизм языка. Спрашивают, конечно, о населении, о том, как это выглядит, где это находится и так далее. И всегда говорят, что, ну, окей, мы приедем. Кто-то приезжал? Ну, пока еще нет, потому что у меня вот, я думаю, что вот сейчас вот такое вот много друзей у меня вот сейчас появилось только. Когда я уже хотя бы могу говорить с людьми. Когда ты не можешь говорить людям, ну, просто не очень интересно с тобой общаться. Они же не знают, что ты хочешь сказать. Только если глазами говорить, этого мало. Нужно знать хорошо язык, чтобы иметь контакт. Да, мы гуляем по городу. Я даже своим австрийским друзьям показываю дома Моцарта, которые я ищу в все время. То есть вы уже там влились, все. У меня есть очень хороший друг, который мне все время показывает какие-то места, которые мало кто знает. Субтитры создавал DimaTorzok Какой у вас график работы, сколько часов вы занимаетесь? Есть ли еще свободное время на что-то другое? Ну, я больше двух-трех часов в день обычно не работаю. Ну, в плане вот я не пою больше. Если это не репетиция. Репетиция, конечно, идет там с десяти до трех, до пяти часов, как содержит. Но там оркестры, вы должны находиться там. Вам в конце концов за это платят, это работа. А мои собственные какие-то личные занятия, да, примерно ежедневно, ежедневно два-три часа. Ну, когда-то я даю себе поддыхать. Чем еще увлекаетесь там? Рисую. Рисуете? Да, я очень люблю рисовать. Рисую, ясно. Вы учились этому или рисуете что-то вот как дар от природы? Нет, я не учился. У меня вот в школе был однажды педагог Мария Михайловна. Она, кстати, работает сейчас экскурсоводом в нашем пациентском храме. Прекрасная женщина. Она очень много мне интересного рассказала. Что вы рисуете? Сейчас в основном графику, портреты я очень люблю и пейзажи. Портреты, ну, как люблю. Меня привлекает в том, что их очень сложно рисовать. Поэтому я пытаюсь как-то приблизиться к тому. Они висят у меня просто дома. Потому что я привожу сюда, я время рисую, привожу сюда. По поводу немецкого языка, когда вы начали говорить, что вы говорите на немецком, вы учили этот язык, у меня сразу в голове прокрутилась мысль, что я учила в школе немецкий язык. У меня была очень хорошая учительница Нателла Абаназуглы. Нателла Киазумовна. К сожалению, я его не практиковала. А потом со временем все перешли на английский, язык уже немецкий не нужен. Ну вот сейчас я использую то, что я являюсь ведущей проекта. Ну, несколько вот, может быть, секунд даже давайте попрактикуем. Если вы не против. Я, наверное, уже все забыла, но хочу услышать ваш немецкий. Я бы сейчас хотела бы добавить, мне приятно с вами общаться, но моего словарного запаса не хватает, я забыла. Я не смогу за вами повторить, боюсь, это будет смешно, но вы можете сказать, высказать свое мнение о сегодняшнем нашем интервью на немецком. Ой, а можно я скажу одну очень важную фразу, даже поговорку, опять, она очень короткая, но этого будет достаточно, потому что однажды я ее прочел и понял, что это самое главное, что должно быть в человеке. И в этой краткости как раз По-русски она звучит Это Гетте, сказал. Успех имеет только три буквы. Тун, три буквы, это значит делать. Вот успех имеет только три буквы делать. Ну, в русском не три, но. Если вы хотите добиться успеха, то вам нужно делать только одно, делать. Мне кажется, это самое-самое важное, потому что всегда можно что-то себе проектировать, представлять, к чему-то, вот думать, что ты идешь к чему-то, но вот действительно успеха можно добиться только в том случае, если ты пробуешь делать, и у тебя есть намерение это делать, тогда это все получается. Есть еще какие-то правила, которые вы соблюдаете? Жизненные правила, принципы? Да, Вену меня очень этому научило духовности и любви к людям, ко всему тому, в чем ты находишься, к народу, к тому, чтобы всегда говорить только вещи положительные. не глаголы с приставкой «не», а утверждение, потому что я очень часто слышу, когда я приезжаю сюда, что я всегда обрываю эти разговоры, когда люди чем-то недовольны. и мне всегда очень больно, потому что мы великий, прекрасный народ, у нас все хорошо. По крайней мере, мы должны очень любить друг друга, и я очень всегда всем этого желаю. Даже если что-то не нравится, найти в чем-то, в том, что тебя раздражает, или кто-то раздражает, и тебе не нравится, всегда есть в этом что-то очень хорошее. В конце концов, это тоже Божье создание. И не может быть так, что в этом человеке или в чем-то есть все только плохое. Такого не может быть. Есть определенные у человека, у каждого жизненные позиции и поведение, что приводит его к его образу. Но это не значит, что он потерял абсолютно все. Такого быть может. Поэтому для меня очень важно, я всегда всегда говорю, это любовь ко всем. Даже тем, если тебя кто-то не любит, или если ты кого-то раздражаешь, если улыбнуться этому человеку, он поймет твою искренность. Это самое важное. Вот такие мысли, такого вот содержания, да, вы, человек, вам помогла в этом именно ваша духовность, ваша любовь к культуре, классике? Это все было, но при этом можно любить классику, но при этом злиться и быть черствым, и чтобы тебе ничего не нравилось, и злым, и так далее. Ну, как-то что-то вот... Я таким не был никогда, честно, но я достаточно сложный человек, и могу быть очень грубым. Могу, честно. Я это постарался убрать себе совсем. Мне просто... Я понял то, что это не работает в жизни. Мне это показали, что это действительно не работает. Это показали, кстати, те люди в Вене, которые довели меня до того, что у меня не было голоса. Однажды, когда мы стали друзьями, когда я попытался найти что-то хорошее все-таки... Вы все-таки стали друзьями с теми, с кем у вас был конфликт? Да, с теми, с кем. Значит, вы умеете прощать? Я вообще не обижаюсь никогда. Я могу подойти... Большая силоволья нужна, чтобы прощать. Я могу подойти и сказать, что мне не нравится. А это обычно люди не любят, особенно европейцы. Им нельзя говорить, что что-то не нравится. Нет, там... Это так интересно было, меня всегда это удивляло. Я несколько раз спотыкался об этом. Несколько раз. Потом понял, что... Если вы чем-то недовольны, вы не можете искренне сказать об этом. Смириться. Смириться. Все-таки смирение. Мы пришли к храму, к религии. И я видела, как вы поете в храме. Да, это вообще отдельная страница моей жизни. Я... Что-то меня привело в храм. И я достаточно часто прихожу туда петь в храм Николая Чудотворца. В Вене при посольстве России. Совершенно потрясающий регент там, который рассказал мне о христианстве, вообще о православии. вещи, которые, видимо, меня всегда очень интересовали. Поэтому я, собственно, туда пришел. Наверное, так. И для меня это большое счастье, когда я могу там в субботу или после учебы или в воскресенье спеть, прийти на службу. Это фантастическое чувство. А когда Пасху поете, Рождество я, к сожалению, пропустил. Ну и там тоже меры сейчас поет. Очень мало человек поет. Вам нравится церковная песня пения. Это я поняла. Да, вас тянет. А какие у вас отношения с Богом? Ну, самые лучшие. Молитесь, причащаетесь. Насколько это вам близко? Ну, я православный человек. Для меня это очень важно. И, ну, как бы, для меня это нормально. Для меня это очень, ну, как бы, это что-то мое абсолютно, ну, что-то очень личное и важное для меня. Это моя жизнь. Это мой выбор. Мало кто знает, но я уже год работаю в храме, певчем в Русской Православной Церкви Святого Николая. Я вас очень люблю и иду на одно из самых важных событий в моей жизни. Немного поменяем тему по поводу ковида. Ковид внес свои коррективы в привычный образ жизни людей и в Европе тоже, как и на всей нашей планете. А на культурную жизнь как-то повлиял ковид? Появились какие-то ограничения? Конечно, ну, закрыли, в марте вообще закрыли просто все театры. Делать было ничего нельзя. У нас отменили постановку. Сейчас постановку перенесли тоже. Какое-то количество спектаклей просто отменилось. Но разрешали по паспорту, который выдает театр, разрешали репетировать в театре. То есть, в принципе, какие-то меры люди сейчас поняли, Европа поняла, Россия, что театр может работать при каких-то мерах. При ограничительных мерах. Да, это очень важно. Мне очень жаль, что в Абхазии держат театры закрытыми, потому что это единственное... Ну, как бы, то, где люди могут образовываться, где люди могут получать какие-то впечатления, которые будут влиять на их поступки. Это прежде всего то, что дает искусство. Знаете, почему, мне кажется? Потому что в Абхазии не прислушиваются к ограничительным мерам. Вот если бы наши люди прислушивались, то есть, соблюдали, вполне возможно, что и театры работали бы. Но мы совершенно у нас... Мы не боимся этого ковида, у нас много людей умирает. Очень много. На самом деле это очень страшно. Но мне кажется, в Европе законопослушные граждане. Если им говорят, что там не контактируйте, там соблюдайте какие-то правила, они прислушивают. Ну, есть такой, ну, извините, в Европе штраф за это 2000 евро. Вот что еще важно. Это важный момент. Ну, знаете, штрафующих очень много. Точнее, оштрафованных очень много. И их количество всегда освещается в новостях. Мы все прекрасно знаем, какое количество людей было оштрафовано, и кто нарушил, и так далее. Это все, ну, как там, это очень все важно. Ну, здесь, понимаете, там же будут проводиться какие-то меры, но когда вы оставляете артистов без работы в такое количество времени, ну, еще нужно понимать то, что если сейчас театры закрыты, значит, вы не получите продукт хороший, и вы не получите какую-то пищу для ума и культуры через несколько месяцев, потому что просто будет не на что ее создавать. Тут же не финансируются театры так, как финансируются они там в Европе или где-либо еще. Не финансируются. Поэтому это очень важно, давать людям возможность работы. Даже если в театре бы сидели там 20 человек или 50 человек на 600 посадочных мест, это уже какая-то прибыль, и это уже пища для будущего. Надеюсь, ковид не вечный, когда-нибудь наша жизнь вернется в прежнее русло. И я хотела бы спросить, возможно ли у нас создать абхазскую оперу, или чтобы у нас был оперный театр, была бы труппа, или, ну, артисты были. Вы об этом думали? Даже будучи за пределами Абхазии, вы являетесь частью абхазской культуры, вы здесь организовываете фестивали, интересуетесь, и, в общем-то, влияете на культурную жизнь в Абхазии, вы и ваши друзья. Возможно, чтобы у нас был такой театр? Я очень часто задумывался об этом, потому что у нас совершенно потрясающие оперные исполнители, оперные певцы, которые получили фантастическое образование, которые очень грамотные, и, помимо этого, с феноменальным дарованием природным. Вот. И именно поэтому, кстати, возникла идея создать гранд-опера Гала, которая объединит молодых исполнителей на одной сцене, и вообще, в принципе, какой-то период, когда можно будет создать что-то. Вот. По поводу оперного театра в Абхазии, это прекрасная идея, очень хорошая. Ну, вы должны понимать, что оперное искусство, одно, не одно, а самое дорогой вид искусства в мире, потому что требуется оркестр, требуется множество солистов, потом работники сцены, вообще, вот просто весь персонал театра и так далее. В конце концов, нужно здание, которое, может, которое будет оснащено и будет современным. Конечно, мы к этому придем. Обязательно. Потому что есть потребность. Есть потребность очень много талантливых людей, которые действительно в этом нуждаются и которые, как мы видим, все равно возвращаются сюда или, если не возвращаются, то что-то делают. Потому что для меня это очень важно. Это проект Гранд Опера Гала, который мы создали. Вот мы впервые с Альдоной Цку, я помню, вот пять лет назад сидели на набережной и просто. Я и говорил, что Альдоша, есть такая классная идея, давай попробуем. Просто. Бюджет был ну очень маленький, почти ничего. Все работали за по-братски. Вот. Ну и что, это выросло до тех пор, что мы заключили контракт с симфоническим оркестром Московским Национальной Гвардии России, которые выделили личный самолет для того, чтобы привести артистов, солистов, оркестр вообще сюда, дать силу еще больше этому проекту. Приехали один раз, приехали второй раз, мы создали прекрасный спектакль режиссера Марии Тихоновой, режиссера Красноярского оперного театра и балета, оперы и балета Богемов Джакума Пучини. В этом году, к сожалению, не состоялось, потому что все знаем почему, точнее, в 2020 году, но летом 2021 года обязательно обязательно будет и не одно представление, а будут различные другие концерты, и я постараюсь кого-нибудь привезти из Вены. Я очень хочу, чтобы это, в принципе, есть, но для меня очень важно, чтобы люди, которые заинтересованы в том, чтобы помогать этому, знали об этом и все-таки всегда были рядом. Они есть, но я хочу, чтобы это развивалось в большее, в другой масштаб. Это будет очень здорово. Это то, что создает и продолжает нашу культуру. Я уверена, у вас все получится. Вы очень идейный, хороший организатор, сказала Альдона Скор. И у меня такой вопрос, уже мы будем завершать нашу с вами беседу, не могу не спросить. Ваш стиль, одежда, ваша прическа, это вот вы сами подбираете. Это не заметить невозможно, это бросается в глаза. Стилиста у меня пока нет, но мне это очень нравится, поэтому я, может быть, когда-то будет такой человек, но да, конечно, сам и ну, потому что это очень важно, артист ведь должен выглядеть так, что для меня очень важен спорт, для меня очень важна форма, потому что придет режиссер, который скажет, что нужно спеть. Вот у меня в прошлом году, в прошлом зимой мы ставили Джон Джуана, и мне нужно было работать только в штанах, без верха. у вас должен быть нормальный, красивый торс, и вы должны быть очень сексуальным человеком, в конце концов, если вы прикасаетесь к этой роли. Вы сейчас сказали про стиль одежды, про голый, то, что надо делать артисту на сцене, по сценарию или по спектаклю. Это может просто вдруг случиться, вот я к чему, это может вдруг случиться. Да, вдруг случиться, вот я к тому говорю, что, ну, вы знаете, сейчас современные театры такие, что люди могут сыграть, извините, роль Адама и режиссер потребовать, то есть есть вещи, которые по-абхазски не подходят, они по-абхазски, мы обычно так говорим, и нам трудно преодолеть себя, чтобы сыграть какую-то роль. Что-то такое у вас происходило в жизни? Мне было всегда совершенно честно все равно. Я не считаю, что это как-то меня должно касаться, потому что как бы я не делал ничего того, что могло бы кого-то обидеть или оскорбить. И как бы никогда не имел такой цели. А то, что касается лично меня, это то, что создаю я для того, чтобы идти вперед. Это мое личное. Меня не особо волнует то, что кто-то бы мог что-то сказать. Хотя очень много было комментариев по этому вопросу, но я могу... Комментариев где? Фейсбук, в социальных сетях? Нет, нет, нет. Там это будет просто блокироваться будет сразу. Зачем это? Я... У вас это не комплексует, даже если кому-то вот кто-то скажет, не по-абхазски ваша прическа. Да, и сейчас тоже говорят, классная прическа, кажется. Очень крутая. Кстати, милитари. Да? Хочу сказать, что у меня старший Сенец Аслан, он творческий человек, он режиссер анимации компьютерной графики, учился во ВГИКе, потом учился на графического дизайнера, у него такая же прическа, нет, сейчас он почти лысый, потому что варьем собирается, а так вот он тоже носил эту прическу, ему она очень нравилась, поэтому мне привычно. Она очень удобная, она очень стильная, она очень здорово смотрится на сцене, она очень здорово смотрится, даже если вы применяете какую-то роль на себя. Единственное, что может смущать, когда какая-то роль это... Борода. Да. Какую историческую личность вы хотели бы сыграть или спеть на театральной сцене? Мне очень нравятся злодеи. Несмотря на то, что это противоположность моя, но они меня очень привлекают и нравятся. Ну, наверное, что-то вот... Какое-то понимание их. Я бы очень Барона Скарпио сыграл и спел. Это из Тоски, Пучини. И мне очень нравится Ягу. Мне очень нравится Ягу. Это... Там столько можно интересного раскрыть в этом... Мне кажется, у вас типаж получился бы интересный. Наверное, я не мягкая внешность. Да. И злодеи меня тоже привлекают. Но это никакого отношения ко мне. Да, я это поняла, общаясь с вами, что вы добрый человек с доброй душой. Не считая классики, какие песни вы слушаете? Я очень люблю поп. Причем такой самый простой, обыкновенный поп. Или R&B. я очень люблю Beyoncé. И если слушаю не ее, то слушаю... Я люблю всякие релизы, просто просматривать, прослушивать, потом забывать, потому что я очень быстро возвращаюсь к своему любимому. Вы меня удивили. Почему-то я думала, что люди, которые поют классические песни, классическую музыку... Очень такую дешевую, простую музыку, которую вот просто послушал, она разбавила, и второй раз ты уже слушать не хочешь. Уверен, может, мы это вырежем? Нет, я люблю поп. Мы оставляем. Это я. Все без купер, все по-честному. Если был бы выбор, в какое время хотели бы жить, в будущем или в прошлом? Я бы в будущем хотел. Так интересно развивается, у нас тут все, мне очень интересно, что там будет дальше. А в прошлом, ну, здорово, конечно, очень хорошо, но там мне очень интересно. Мы все-таки движемся с огромной скоростью, особенно сейчас. Что будет знать, что опернотеатр в будущем очень интересно? Когда будет вот такой технический прогресс? Театр это то, что всегда питает людей, то, что приводит их к каким-то мыслям, чувствам. Мне кажется, это будет развиваться еще больше и лучше. Даже при современном техническом прогрессе создаются шедевры, они становятся совсем такие, как очень сложно было бы представить раньше. Я думаю, что будет очень здорово. Я сейчас вспомнила фильм «Философы», я смотрела, как-то, может, вы не смотрели, но это фантастический фильм о том, как пришел конец мира, и несколько молодых людей, представители разных специалистов, около 20 человек, их должны поместить в бункер до того, как изменится ситуация, и они потом выйдут из этого бункера и будут населять землю, возрождать жизнь. Из 20 человек выбирали несколько, 5 или 7, и вот кто-то выступает, говорит, он инженер, да, он нам подходит, после апокалипсиса мы будем строить дома, кто-то выступает и говорит, я биолог, он нам подходит, одна из девушек говорит, я оперная певица, и тут все переглядываются, а зачем нам опера, нам надо строиться, и у нас мы не берем эту специальность, и тут кто-то говорит, да вы что, несколько лет в бункере, мы же с ума сойдем, мы же превратимся в зверей, если мы не будем слушать музыку, музыка только и спасет нас, мы не выживем в этом бункере, и они берут с собой в этот бункер. Прекрасный, прекрасный сюжет, между прочим, вот этот кто-то, он всегда будет существовать. Да будет так, где вы будете в 2030-м, и кем вы будете? Я не знаю. В 2030-м мы вытащим это интервью и сверим. Я не знаю, у меня все будет хорошо, я буду радовать вас и радовать мир тем, что подарил мне Господь. Где вы будете? В Европе, в Абхазии? Я буду везде, я вообще человек, который не может сидеть на месте. Для меня очень важно иметь много домов и много локаций, поэтому как собственно сейчас так и происходит, я думаю, что это продолжится. Вы будете на планете Земля. Спасибо за интервью, это было хорошо. Спасибо. Спасибо. субтитры и субтитры